Доброе утро друзья, тут не пойму некому подсказать видно ли у меня вот этот глазок или нет, но главное, что видно вот это вот чудо, вот это вот, итак перед нами Мажорский орех, вот я гадаю как мне назвать его фильм о нем, незаслуженно забытый, вот, или даром никому не нужный, а слово даром я правильно применил, учитывая, что цены, которыми Сергей Железов, сын продает Саренцев, а я продаю вот эти косточки, но о ценах чуть позже, итак, значит, я однажды был на рынке, мужчина продавал, причем он меня знает, ну меня тогда, благодаря телевидению, вся округа знала, каждый день в течение нескольких месяцев, в течение двух лет, кроме выходных, ежедневные передачи, осадовался, маленькие, пятиминутные вставочки, ради рекламы, но и поздно была, вот, про орех я тогда, просто ехал на границе с моим соседем, был огромный, не замечал его, с какого года начал давать плоды, не знаю, ко мне начало все больше падать через набор, сейчас падает обычно 6-8 ветер, это как бы моя доля, одна треть кроме свисает на мою сторону, вот, орех был общий с соседем, соседа уже давно нет, он продал участок другим людям, вот, все, что падает на мою территорию, учитывая, что тень падает на мою территорию, вот, и корни захватили десяток-двадцать квадратных метров моей территории, я считаю, что это мое, вот, и так, рынок, подхожу, он продает, ну, допустим, как бы в нынешних ценах, вот, гроздочка с ними, такая небольшая гроздочка, вот, прямо, прямо гроздь, вот, и всего лишь за 100 рублей, и они зеленые, ну, кто-то подошел, спросил, а что зеленые-то продают, вот, я постоял, послушал, еще особо даже не вникая, и вдруг он говорит, это ценная, для меня ценная кожура зеленая, я ее сдираю и делаю настойку водки, и натираю коленем, а ему уже, по возрасту было уже лет, ну, 70, примерно, вот он эти гроздочки по 100 рублей-то и продавал, вот, ну, залез я, ну, никогда внимания не обращал, ни для него было, залез я в литературу специальную, вот она, значит, действительно ценнейшее лекарство делают из зеленого покрытия, я скажу уже, вот, вот, делегавы на территории, они всходили сами, вот, немного, 10, 20, 30, с самосевом всходило и попадали под косу, далее, что произошло, да, надо проверить, идет и запись, есть запись, далее, что происходило, обратив на это внимание, я решил, еще нет, еще и не выращивать их, а продавать косточки, вот, ну, косточка, вот, начитавшись о необыкновенной ценности их, вот, я продавал такие косточки, вот они, видите, кстати, всхожесть, обратили внимание на всхожесть, обратили внимание, обратили внимание, внимание обратили на всхожесть, под 100%, итак, я, а, это, я из песка достал, то есть, сегодня у нас 15 или 16 июня, вот, стояло ведро, вот, песок давно уже высох, но они, все-таки, взошли, в большей части, итак, значит, назначил цену, включил их в этот самый каталог, назначил цену, вот, 30 рублей косточка, и, ну, допустим, не меньше пяти штук, так у меня было, и сейчас так, 150 рублей за 5 таких, которые даст потом, еще раз говорю, на моей территории падало 6-8 людей, падает каждый год, вот, итак, стоят ли они 30 рублей, вот, я тут покупал, у меня попросили, тут больной всех, купи, самый дешевый зажигал, она стоила 30 рублей, и вот эта 30 рублей, и практически 100% всхожесть, вот, вы думаете, я их продам, вот они, сейчас... ладо тут привез из деревни, здесь маленькая выемка, сюда вставляется их, вот, и раскалывается, вот этим молотком, так, возвращаемся назад, сейчас... надеюсь, поставил так, как было, вот, теперь поговорим о том, что сдерживает развитие именно вот этих вот, я их тоже называю, плодовые, плодовые растения в России, существует миф, почему я сказал миф, потому что я раньше все быстрее не в это верил, отгоняют мсяком их, соседние деревья страдают, не могут быть опыленными пчелами, вообще создают ауру какой-то отрицательной энергии, ну, что-то показать не могу, но я бы не раз показывал следующую вещь, или, напоминаем, итак, деревня, два огромных груши, и третье дерево в Анжурске, тот же самый, в Анжурске орех, который составляет треугольник, 6-8 метров, треугольник между ними получился, 6-8 метров, вот, причем, груши высотой 10-6 метров, культурное, вкусное, и замыкает треугольник, манджурский орех, который еще выше их, на метр, на два, и даже нависает над ними, кроны сомкнулись, подчеркнулись, 30-40 людей урожая, похоже, ни одно пчелу не отогнали, за все эти годы, вот, я, на ее самом примере, никогда выводы не делаю, поэтому это только предположение, что страхи преувеличены, нет, надо будет пытать, такие же условия создать, сажая рядом с яблонями, абрикосами, может быть, там другая картина, но эта картина меня многому научила, не верь ничему, пока сам не убедишься, и так, что мне пришли наблюдаться, нет, уже не мяло, ну, наверное, несколько сотен козчиков меня все же купили, купили и посадили, и многие уже сообщили, скорость отличная, сроки, да, учеба есть учеба, сроки сертификации, а, осенью хорошо сходят, у меня же самосемы сходили, я вам рассказывал, так, весна, после двух месяцев сертификации, перед посадкой, ну, что вам говорить, что вам говорить, тоже хорошо сходят, тоже хорошо сходят, дальше, вот они, вот они, вот они, вот они, вот они, и, эта проблема решается легко, когда насытим страну, и надо ли насыщать, плохо, что у нас противоречивая литература, у нас нет бы такое, что, так же, как по абрикосам, пора возрождать, а до сих пор принято считать, что в России абрикосы не могут изменить, по большей части, также и мазурский орех, так, по каждому виду, надо собирать большое совещание, надо устраивать диспуссии, устраивать симпозиумы, и в конце концов, прийти к какому-то однозначному выводу, вот, сильно мало их у нас, ну, почешите их затылки, напрягите память, много в вашем саду, в ваших садах, в ваших соседях, в вашем регионе, мазурских орехов, учитывая, что они по качеству лечебного, считаются, наверное, одними из самых ценных на планете, вот, я бы добавил от себя, учитывая особую ауру под ними, хорошо бы выращивать их целыми рощами, так, и в этих рощах проводить измерения, а сколько там насекомых, а может быть, там благодатное место, где минимум или нет комаров, может быть, и это проверить, вот, проверить, как себя чувствуют люди, вот в этой атмосфере, которая создает листья этих огромных деревьев, тоже, я считаю, надо, а не устраивать там лежанки, а не делать это частью санатория, дома отдыха, надо проверять, надо убедиться, ну, еще раз говорю, литература настолько противоречила, что, просто-напросто, я не могу себе сказать, однозначно, делайте лежанку под своими, вырастите хотя бы одно дерево, они, кстати, самоплодные, и урожайные, и тогда, вот, как говорил, Акопян, вот этот волшебник наш, будет вам счастье, как назвать этот фирм, как назвать этот фирм, манджорский орех, будет вам счастье, может быть так, саженцы продает, мой сын Сергей, но покупает их единицы, начинал с 500 рублей, продавал, снизил за 300 рублей, ну куда дальше снижать цену, нельзя, потому что, есть понятие себестоимости, кто-то ухаживает за деревьем, кому-то платить надо, и получается, что, ну что, продав дерево 300 рублей, зарабатывает, может 100, может 50, а остальные деньги уходят тут на это, на обслуживание, на обработку, там много чего, питомник это не сад, это сад, я ничего с ним не делаю, практически отдыхаю, вот так, траву кашу и все, питомник, извините, там малыши растут, за ними уход нужен, это все стоит дорого, вот, ну вот, пожалуй, все сказал, обратите внимание на эти орехи, сейчас снова нападают, надеюсь, вот, и снова буду пытаться продавать, 30 рублей, косточка, а до зимней, а есть еще летние, вот сейчас я продаю их, вообще, на бесценах, ну вот, по 15 рублей штучка, ну что, друзья, кстати, это, это именно летняя цена, а не летом, любая косточка, вишни, сливы, абрикоса, стоит 15 рублей, то есть фактически за пол цены, почему, спроса нет, вот, а дожить до осени надо, вот, а чтобы дожить, нужно, хотя бы, понемножку распродавать, я все это говорил не в рекламных целях, поверьте мне, схожесть великолепная, а не летом, так как, если я вкру, то, что я вкру, то, что, а не летом, то, как, да, Продолжение следует...